каждый человек в той или иной степени знает что такое биологическое оружие хотя сам термин и то как мы его понимаем сегодня не существовал вплоть до первой половины 20 века но сегодня мы заглянем вглубь истории ведь есть сведения что независимо от того что термина то не было а биологическое оружие уже использовали приблизительно в девяносто девятом году до нашей эры первым повествованием о его применении можно считать воспоминания римского историка корнелия непота он утверждал что карфагенский генерал гнибал барака победил пергамского царя эвмена посредством изощренной воинской хитрости в определенный момент решающие битвы враждующих эскадр воины гнибала осыпали противника глиняными горшками с ядовитыми змеями нужно ли говорить что противник обратился в бегство сопротивление пергамской армии в итоге было сломлено в четырнадцатом веке золотый ордынский хан джони бег среди соплеменников которого на тот момент уже свирепствовала чума при штурме генуэзской крепости кафа начал катапультировать пораженные чумой трупы высаждаемый город этот вариант использования биологического оружия описал нотариус итальянского города печенца габриэль де муси который впоследствии перебрался из кафы в сицилию историки склоняются к тому что он сам равно как и его земляки которые приехали тогда вряд ли выжили после прибытия в италию а также вполне могли завести в европу так называемую черную смерть которая выкосила на протяжении ряда последующих лет тысячи европейцев во всяком случае по датам это совпадает и в заключении еще один документально подтвержденный факт применения биологического оружия в те времена когда его вроде бы и не было это знаменитая история усмирение североамериканских индейцев в британской колонии во второй половине 18 века известна она тем что главный военачальник который руководил подавлением этого восстания британский генералу джеффри анхрист одарил индейцев деловаров якобы с целью примирения одеялами которые фактически были заражены оспой в результате от эпидемии умерли тысячи коренных жителей северной америки использование биологического оружия официально было запрещено женевской конвенции в 1925 году спустя три года женевский протокол был ратифицирован в советском союзе хотя при этом были выдвинуты два условия первое считаться в данном случае только с теми государствами которые поступили подобным же образом и второе сохранить право применять биологическое оружие против неприятеля который первым совершил этот акт проявив внешнюю агрессию в отношении страны советов а 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 и а Продолжение следует...